На прошедшей неделе мэру был представлен проект реконструкции бывшего кинотеатра в Калининском районе. Как долго Космос ждал своего звездного часа? И почему было принято решение обустройство здесь центра хоккейного мастерства? Об этом далее в программе. Ну так заходить некуда. Почему? Есть, у нас фонарик есть. Ну давайте, тогда как. В августе 2017-го казалось, что мэр пошел в кино на дневной сеанс. Но кино в Космосе не показывают уже с 2013-го. А поскольку здание было отключено и от электричества, двери в Космос два года назад казались границей между светом и тьмой. Мне, к сожалению, все эти кинотеатры, которые нам дали, они стояли, и морально пошло, если получилось так удачно, что можно спортивный объект переделать. В середине 2019-го конфигурация Конституционного соглашения по космосу определилась уже в деталях. Центр хоккейного мастерства здесь будет открыт в 2020-м году. Мы рассматриваем этот объект в рамках подготовки к чемпионату мира 2023-го года. Потому что назначение его прямое. Это школа, школа высшего спортивного мастерства. Профессиональная подготовка мальчишек, которые занимаются хоккеем. Из них будут делать здесь спортсменов. В бывшем кинотеатре уже завершен демонтаж ненужных конструкций. Стены и фасад очищены до основания. К запланированным работам добавилось и усиление фундамента. Проект реконструкции показывает, каким именно будет центр хоккейного мастерства. Входная зона где? Вот это? Это цокольное помещение. То есть входная зона вот с этой стороны. Мы внесли изменения. То есть сейчас предусматриваем размещение небольшого бассейна. 18 на 3 метра. Немного корректировку внесли. То есть убрали зону общественного питания. Подвал? Да. Что отведено непосредственно под ледовые площадки? Вот две площадки по 200 метров, 400 метров. Это будут две подкаточные площадки на первом этаже. Здесь предусмотрена беговая дорожка, бросковая зона. То есть вот эта часть будет посвящена профессиональной подготовке. Второй этаж будет общефизическая подготовка. На современных тренажерах для индивидуальных тренировок будут набираться опыта юные звезды хоккея. Что это за тренажеры? Это бросковые зоны, это беговая дорожка, которая технику катания оттачивает. На коньках прямо? Да, на коньках. Там резинки такие, специальные как бы цепляются. То есть это вот этот лед искусственный, который позволяет брать дополнительные уроки по технике катания. После реконструкции полезная площадь зданий увеличится с полутора до двух с половиной тысяч квадратных метров. Реконструкция и благоустройство космоса обойдутся концессионеру не менее чем в 100 миллионов рублей. Покупаемость порядка 7-8-9 лет, наверное. Объем инвестиций, честно говоря, еще продолжает увеличиваться. То есть это усиление фундамента, опять же повторюсь, по инвестициям, то есть, скажем так, больше суммы, чем рекомендую. Впрочем, главный вопрос, который интересует мэра, что именно город получит от заключенного концессионного соглашения. Предполагаем, 18 спортсменов будут заниматься. Но я подчеркиваю, что это спортсмены, это не общая физическая подготовка. Это не те, кто катается просто во дворе и играет шагом. Это не массовый спорт. Это спорт уже профессионального подготовка спортсменов, тех, которые будут играть за сборную не только города, области, может быть, и за сборную России. Для города принципиально важно, чтобы концепт реконструкции учитывал и прежний вид космоса, стиль фасада, цветовую гамму и даже неоновую вывеску. Все это поддержит исторический контекст ушедшей кинематографической эпохи здания на Богдашке, которые уже вскоре вдохнут энергию спорта высоких достижений. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова